Лидеры более ста стран обсуждают меры по издеванию глобального потепления. В Глазгу проходит конференция ООН по климату, где принял участие президент Садир Джапаро. Это мой приятно поздравить Садир Джапаро, президент Кыргызстана. Садир Джапаро, у вас есть флор. В своей речи перед присутствующими он отметил, что кыргызстанцы последние несколько лет стали ощущать негативные последствия изменения климата. И в этой связи сегодня в Кыргызстане предпринимаются шаги для решения имеющихся вопросов в этой сфере. По нашим оценкам, на реализацию срочных и среднесрочных мер по борьбе с изменением климата потребуется 7 миллиардов долларов. К 2050 году мы будем стремиться к реализации платформы безуглеродного зеленого развития в Кыргызстане. Мы запустили проекты по строительству малых и средних гидроэлектростанций, в первую очередь за счет использования угля и мазута, и полностью преобразовать его в электроэнергию. Также сегодня одним из главных секторов энергетики является гидроэнергетика. Глава государства подчеркнул, что сегодня на стадии строительства около 20 малых и средних гидроэлектростанций. И некоторые из них с недавнего времени уже запущены. Половина из них будет запущена к концу следующего года. Призываю инвесторов из развитых стран к сотрудничеству в гидроэнергетическом секторе, в том числе на основе принципов государственно-частного партнерства. Без передовых технологий, инноваций и ноу-хау Кыргызстану будет сложно своевременно достичь зеленого экономического роста и жизни без угля. В этой связи я призываю все заинтересованные стороны, особенно международные и многосторонние банки, климатические фонды и корпорации тесно сотрудничать с нами. Для Кыргызстана критически важно сохранить свои многовековые ледники, водные ресурсы и величественные горы не только от изменения климата, но и от недобросовестной экономической деятельности, отметил в своей речи президент. Поскольку в Кыргызстане есть такие прецеденты, в связи с чем глава государства призывал мировое сообщество совместно противостоять такого рода неприемлемым бизнес-практикам. Адаптационные программы и проекты будут внедрять в таких уязвимых секторах, как сельское хозяйство, водные ресурсы, энергетика, промышленность, чрезвычайные ситуации, здоровье населения, лес и биоразнообразие. Масштабы предстоящей работы колоссальны. Их реализация оценена почти в 3 миллиарда долларов США. Как отметил президент, 94% территории Кыргызстана занимают горы. Масштаб будущей работы в нашей стране огромен. На ее реализацию уйдет почти 3 миллиарда долларов. Уважаемые участники саммита, проблемы, о которых я упомянул, в связи с негативными последствиями изменения климата во многом типичны для горных стран. Для их решения правительствам нужна внешняя помощь, в том числе со стороны правительства Кыргызстана. В этой связи мы предлагаем отдельное целевое финансирование для развивающихся горных стран, которым нужны решения ГЛАЗГО. В частности, мы предлагаем создать специальный фонд в правовом убежище для реализации целевых программ по адаптации к изменению климата с акцентом на сохранение монголов, лесов и биоразнообразие, повышение готовности к стихийным бедствиям и оказание социально-экономической поддержки сообществам в горных деревнях, особенно детей и женщин. Спасибо большое за субтитры. Он сообщил о намерении страны после ГЛАЗГО подать заявки на новые проекты климатического финансирования. В этой связи Садар Джапаров обратился с просьбой оказать экспертную и техническую помощь специалистам Кыргызстана в подготовке целевых проектов и ускорить аккредитацию кыргызстанских организаций, имеющих право обращаться в Зеленый климатический фонд. В свою очередь Яни Глимарик подчеркнул, что Зеленый климатический фонд всегда готов и открыт к сотрудничеству с Кыргызстаном относительно предложения главы государства. Яни Глимарик выразил заинтересованность, отметив, что есть модель, согласно которой целевой фонд может предоставить 1 миллион долларов США в виде гранта на один год. По его словам, Кыргызская республика сама решит, куда направить данные денежные средства. Со своей стороны специалисты ЗКФ готовы оказать необходимую поддержку в консультации. Говоря об аккредитации, Яни Глимарик отметил, что этот вопрос решается советом, является длительным процессом. Однако в следующем году будет введен новый механизм, который позволит упростить процедуру стороны. Договорились обсудить новый проект соглашения между Кабинетом министров Кыргызстана и Зеленым климатическим фондом для решения сотрудничества и проектных работ в Кыргызстане. Президент Саддер Чапара в ходе саммита мировых лидеров 26-й конференции сторон рамочной конвенции ООН об изменении климата оборачивался к народу Кыргызстана из студии компании Facebook, куда он прибыл по приглашению главы компании. В 2022 году Кыргызстан отпразднует 30-летие вступления в ООН. За это время мы стали активными членами международной организации. Когда речь идет о Кыргызстане, в воображении сразу появляются величественные горы с его ледниками. Но нужно признать, что изменение климата негативно сказывается на нашей уникальной природе. Наши ледники тают с большой стремительностью. Сохранение ледников, которые являются источником чистой питьевой воды, это главная цель всего мирового сообщества. Как вы помните, первый саммит гор в 2002 году состоялся в Бишкеке. Для нас большая честь, что данное масштабное мероприятие состоялось по инициативе Кыргызстана. Такой шаг дает знать, что решение вопроса в сфере климата для Кыргызстана стоит на первом месте. И на решение этих проблем Кыргызстан всегда старался привлечь внимание общественности. В сентябре этого года я сделал видеообращение, где предложил вновь объявить предстоящий 2022 год годом гор. Я предложил утвердить программу развития горных регионов. Также я выступил с инициативой в 2027 году. Организовать глобальный саммит Бишкек плюс 25 в столице Кыргызстана. Однозначно мы не сможем в одиночку бороться с проблемой тайны ледников и сокращением биоразнообразия в Кыргызстане. Здесь мы нуждаемся в поддержке мирового сообщества. В ходе саммита я предложил таким же странам, как Кыргызстан, ввести целенаправленно финансирование в решении этих проблем. В ходе саммита также к Кыргызстанам были внесены предложения создать специальный фонд при ООН. Как подчеркнул президент, сохранение ледников – главная задача каждого кыргызстанца. Кундуз Кадатайвана Етергешева, ЛТР, Бишкек.